Привет! Сегодня работаем в хорошем настроении. И о таком настроении хорошем, что даже забыл штатив взять с собой. Слушай, ну как ты оцениваешь? По-моему все забываешь, что коронавирус тема чисто разводная. Да, я давно уже говорил, что на одном коронавирусе мы не западаем, что тема скорее всего угаснет. Правда про лекарства я думаю, что чушь полная, но скорее всего просто все очень быстро локализуют очаг заболевания и после этого либо новая пугалка какая-то родится, что скорее всего на чем мы дальше вниз пойдем, потому что на болезнях никогда сильно не падает. А мне кажется, эта тема разводная надолго. Сейчас напишут, что все мы умрем опять. Да нет, нет. Это будет несколько дергать воду с кукловода до последнего. На самом деле я уже опять-таки говорил, скорость которой мировое сообщество отреагировало на эту пандемию говорит о том, что все смотрели обитель зла и все знают, что надо делать. Поэтому очаг заболевания указали в Китае. Что-то будет происходить в Китае, в принципе все по барабану. Их там миллиарды, миллион больше, миллион меньше. Вряд ли это мировая экономика заметит. Китайская может быть, и мировая нет. Распространение инфекций за пределами Китая очень быстро локализовалось, потому что европейцы, американцы и так далее, люди меняемые, они хорошо следят за своей личной гигиеной, моют руки и не едят летучих мышей. Ну и соответственно, чтобы китайцу докашлять, да, американцы очень высоко задирать голову, соответственно, болеют пока только представители этой древнейшей национальности. Если меня смотрят жители Поднебесные, пожалуйста, не обижайтесь на нас. Да, не обижайтесь. Это дружеская такая шутка. Так, насчет нефти. Просят просить, что ты думаешь по поводу нефти? По поводу нефти, ну, я уже говорил, что сходим мы в район 53, точнее говоря, не в район, а на 53 находится поддержка, но пока мы начинаем такое ощущение, что демонстрировать разворот, немножко не добив на цели, кстати, в прошлый раз тоже до этой поддержки мы не добили, как раз где-то полдоллара. Ну, я пока еще не исключаю, что будет заход на 53, но если мы пробьем 56,7, это у нас сильное сопротивление, и отретестим его сверху, то, скорее всего, это уже, ну, либо разворот, либо очень глубокая коррекция. В принципе, по генплану был поход с 71 на 53, с 53 на 90. Пока все выполняется, надеюсь, что и третья, самая интересная часть, тоже будет выполняться. Мы можем рассказать секрет, что ты едешь в Нижний Новгород? Или пока рано? Да, да нет, ради бога, просто 25 или 26 или 28 я буду в Нижнем Новгороде, где буду, так сказать, тоже читать семинар, не знаю, семинар, мастер-класс по тому, как можно зарабатывать и как искать инвестиционные идеи, ну, соответственно, и зарабатывать на этом деньги. Немножечко про риск-менеджмент, ну и так далее. Кто есть из Нижнего Новгорода и окрестных городов, то, в общем-то, спешите. А страница есть в мероприятии уже? Да, должен быть лейнинг сейчас появится у Финана, это как бы он выступает спонсором этого мероприятия, и у Мосбиржи, возможно. Смотрите. Ну вот, видишь, я на разогреве работаю тебе. Теперь вопрос по поводу, второй вопрос, спрашивает уже мой зритель канала Верников 100, где будет индекс Московской биржи, если нефть будет 90 долларов за баррель? Ну, сложно сказать, на самом деле, жесткой корреляции индекса Мосбиржи с нефтью нет, вот, я думаю, что до 70 мы можем дорасти вообще без всякого, так сказать, шевеления индекса Мосбиржи, вот, но вот уже уход после 70 будет воспринят крайне позитивно. Я не жду супер большого роста по Мосбиржи, но вот текущая разволновка, она пока предполагает два обновления хаев в рамках, так сказать, четвертой, точнее, пятой в третьей и большой пятой волны наверх. Ну, да бог узнает, ну, 3400, наверное, мы сделаем, вот, выше я, честно говоря, пока не особо жду. Это, 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 если мы обновим максимум, что, в принципе, не факт. Вот сейчас мы отбиваемся от сильного сопротивления, и важного достаточно, это 3,343. Если мы не пройдем, то, скорее всего, снова пойдем на 3,060 и будем, скорее всего, рисовать диагональный треугольник во второй волне. Но вот если пробьем и оттестим этот уровень, это сигнал на то, что мы, как минимум, сделаем вторую вершину по МВБ, ну, и как максимум, вот, будет еще у нас таких два, три вершины с обновлением хаев. Ты любишь город, где родился Володя Левченко, Ростов-на-Дону? Да, конечно, это же отец городов русских, если не ошибаюсь. Ну вот, и вопрос от Богдана Чугуева из этого города, ты уже вопрос почитал, потому что он очень большой, я сейчас не могу его зачитывать. Ну, я как дело посмотрел. Да, и график я тебе дал, который сейчас будет, зрители наши увидят график. Корреляция по поводу рубля и по поводу, чего еще? А, да, рубль и американские нефтяные компании. Ну, на самом деле, это больше похоже на теорию, так сказать, заговора какой-то. Просто рубль, он действительно коррелирует с ценами на нефть. И акции американских нефтяных компаний тоже коррелируют с ценами на нефть. Поэтому просто зачем это промежуточное звено в виде американских компаний? Просто смотреть цены на нефть. Ну, благодаря бюджетному правилу он не очень коррелирует, он временами может оторваться? Временами, да. Но график, я так понимаю, что долгосрочный. Вот, в долгосроке корреляция всегда прослеживается. Вот в краткой и средней сроке, естественно, этой корреляции нет, рынок реагирует. Рынок реагирует на какие-то другие внешние раздражители. Вот, и это, кстати говоря, валидно практически для всего. Поэтому я вот считаю, что нет никакой резоны и нужды, там, смотрите, какие-то недельные данные. Понять, типа, безработица, там, потому, посему. Вот, и нет резона обращать вообще внимания на выходящие данные. Надо всегда смотреть на динамику. Именно на динамику, так сказать, движения каких-то графиков, индексов смотрят крупные, так сказать, инвесторы и крупные фонды. А текущие какие-то значения торгуют только... Лохи. По поводу нашего рынка, да, ну, понятно, что есть такой энтузиазм, нашли лекарства чудо. Да, ничего там не нашли, скорее всего. В конце концов оказывается, что лекарства это какой-то там орбидол. Я же говорю, что эта тема очень разводная, лучше не комментировать. Я по этому поводу даже видосик снял, что тема настолько разводная, что чтобы не вякать, чтобы мы с тобой что-то не сказали. Лекарства от подобных вещей изобрели еще, не знаю, в Древнем Риме. Гелетина? Это постель, вот, это, так сказать, парит ноги в тазу и много пить теплых жидкостей. Вот, собственно говоря, это лекарство от любых вирусных заболеваний типа грипп и ОРП. Что думаешь по поводу козьего молока? Говорят, что козье молоко убивает вот многие бяки, вот именно которые, ну, болезни в легких, кашель там. Не особо. И иммунитет поднимают, нет? Именно козье молоко. Я верю в то, что рекомендует Всемирная организация здравоохранения. Вот все эти вещи, типа, козье молоко, кто-то у нас еще любит лечиться нетрадиционно, а забыл, как они называются. Ну, короче, все народные методы медицины, они хороши, когда перекликаются с тем, что, как бы, одобряет Всемирная организация здравоохранения. Вот все остальное, это козье молоко, птичье молоко, не знаю, куриные какашки и так далее, это все, так сказать, плацебо, рассчитанное на самовнушение. В принципе, самовнушение – это самое отличное лекарство. Если человек сильно поверит в то, что он, так сказать, здоров, он может очень многие болезни победить. Мы тут расходимся с тобой. Наверное, радио Романа Андреева не будет с помощью Верника, потому что козье молоко – это очень крутая штука. Пошел в дораздел. Ради коллаборации с Верником я поверю в козье молоко. А что ты думаешь по поводу американского рынка, который показал сейчас дикой рост совершенно, дикой рост? И Трампа, и, кстати, тема Трампа, что все, импичмент – все. Ну, дикой, поддержки мы удержали до своей цели. Я вот сейчас, правда, не помню. Ай, 3365, 3370 – это верхняя граница канала, в которую мы идем. Мы просто в прошлый раз не добили, поэтому у меня и были сомнения в том, что мы разворачиваемся. Хотя в какой-то момент я даже поверил, что развернулись. Я просто говорю, я не верил, что мы будем падать исключительно на этом гриппе. Вот это ноксенс. Какие американские акции у тебя есть в портфеле? Опять люди не пишут, что мы мало с тобой внимания уделяем американским акциям. У меня в портфеле большое количество американских акций. Я, честно говоря, не помню на вскидку, что там конкретно лежит. Могу сказать, что Теслы там нет. Я ее не лонговал и не шортил. Я в такие азартные игры не играю. В основном это дивидендные аристократы. Ну, в принципе, есть. Кому интересно, скоро на сайте компании будет вывешен модельный портфель. Может, он с опозданием будет вывешиваться и по российскому рынку, и по американскому рынку. Может, там все. А-а-а, по рынку российскому? Хорошо. Хотя, я смотрю, ты подписался на мой канал? Я видел, да, на ютубе. Или твои люди подписались? Видел, видел. Растет моя популярность. Я, честно говоря, ютуб особо не... Слушай, ну, вот мне интересно, по поводу, какие у тебя акции сейчас в портфеле? Русские теперь. В портфеле у меня металлурги. Я опять набрал металлургов. Вот, Северсталь по 909. Хотел еще по 903 добрать, но не дали. НЛМК набрал по 145,5-146. Много прям. Потому что там нижняя граница канала, и мы от нее пошли вверх. И вот, ну, по 141-145 я сдам часть на все эти случаи. Потому что мы еще все-таки не пробили сопротивление на МВБ. Что еще есть, что еще есть. Татнефти прикупил немножко. Да, вот, наверное, пожалуй, и все. А, ну, Ростелеков у меня там стандартно лежит в портфеле. Задал я сегодня остатки аэрофлота. Потому что цель выполнили 119,5. Думаю, что должны перегреться. Сдал систему, потому что мы тоже цель выполнили. Даже зашортил ее. Ну и, в общем, наверное, все. Больше пока ничего нет. Уже стремно просто. Стремно, стремно сейчас находиться. Вот пробьем 343 по МВБ с ретестом. Тогда буду снова закупаться бумагой. А почему у тебя Ростелеков? Ты чего там ждешь ты от него? Я считаю, что Ростелеков крайне недооцененная. Это компания с колоссальным апсайдом. Вот. Я ее рекомендую с 61. И с 61, в принципе, держу. И до 100 рублей, как минимум, я даже не буду пытаться от нее избавиться. А так цель где-то в районе 121. Вот мы говорили с тобой уже не раз, что этот год, может быть, годом большого расколбасы, да? Будет ходить туда-им, сюда-им, сюда-им, сюда-им. Просто мы, скорее всего, застанем одну глубокую коррекцию, а потом будет... Так вот хотел спросить, а вот какие акции купить людям, которым нет возможности, как нам с тобой постоянно смотреть в монитор? В мониторе котировки есть какие-то акции? Или это беспокойно? Конечно, есть. Давай. Вот покупайте... Ну, Ростелеков, очень простая вещь. Вот если вы хотите, так сказать, безбедно и хорошо существовать, первое, это не торгуйте интерадей. Второе, покупайте то, что плохо падает и хорошо отскакивает, это достаточно неплохо видно. И третье, покупайте акции, которые платят дивиденды хорошие, двузначные. Они растут в первую очередь. А теперь имена? Ну, я вот говорю, металлур. Почему я металлур не покупаю? Почему я покупаю металлур, почему я покупаю татнефть, обыкновенную, прилегированную? Почему я покупаю МТС, допустим? И все эти компании платят дивиденды. Есть, в каждой отрасли есть своя, так сказать, белая ворона, которая платит хорошие дивиденды. Во-вторых, у нас этим грешат металлурги, поэтому они мне не нравятся. И я поэтому, как бы, совершенно спокойно смотрю на то, что у них вышла отчетка с ней очень хорошая. Я думаю, что они дивиденды все равно заплатят высокие. Вот. В нефтянке у нас пара компаний платят хорошие дивиденды. В энергетике у нас появились компании, которые нормальные дивиденды платят. Газпром добил до своих поддержек тоже. А, Газпром еще купил, да, точно. А, вы что-то скрывали. Как скрывали? Я давно говорил, что 118 и 123 цели. Ну, немножко не дотянул. Многое Газпрома я пока не набрал. Я ждал 123 и 118, поэтому у меня там четверть позиций. Ты обратил внимание, что Роснефт на последней коррекции показывал какую-то боковую коррекцию? То есть это очень сильно было. Роснефт, ну, на Роснефте я тоже сделал ставку большую, но теперь не будут. Говно, они такая, они компания, вот, огромный долг, вот, какие-то нервные там инвесторы сидят, ее колбасит туда-сюда. Это не для портфельной инвестиции, то есть, если дождаться падения там процентов на 15-20, можно ее будет тоже набрать. Ты обратил внимание, что Сбербан какой-то тяжеловатый стал? Ну, почему тяжеловатый? Сбербанк, как раз он практически меньше всех упал. Он даже скотину до поддержки не добил, у меня там до сих пор шорт, и никак не могу понять, закрывать его или не закрывать. Сбербанк смотрится бодро, сейчас лучше всего выглядит, короче, индекс банковского сектора, и он будет расти, скорее всего, дальше, индекс энергетики, индекс телекомов. Поэтому надо покупать пока компании из этого сектора. ВТБ? А? ВТБ. Ну, вот ВТБ, скорее всего, ВТБ и, наверное, Мосбиржа, возможно, после коррекции, будут тащить индекс банковского сектора наверх. Сбербанк тоже, в принципе, надо на 300 сходить, и, в принципе, разволновка говорит, что как минимум еще одна волна должна быть на перехай. Но, как бы, по поводу дальнейшего какого-то крутого роста я сомневаюсь. А вот ВТБ смотрится достаточно бодренько, да, он должен покатить наверх. Ну вот, теперь всем нашим зрителям обращение. Немедленно заходите, регистрируйтесь на семинар Романа Андреева, подписывайтесь в его инстаграм, Депрессифра, ну и на канал Верников 100, подпишитесь заодно, до полного комплекта. Правильно я говорю? Да. Спасибо.